Доброе утро! О главных новостях Ставрополья поговорим прямо сейчас на Своем ТВ. Меня зовут Илья Захаров и главные новости сегодня такие. Триколор на земле и в небе, как Ставрополья отметила День государственного флага. С национальным колоритом молодежный форум Машук принимает столичных гостей. Сейчас хорошая дорога, отлично. Кто заказывал такси на Верхнедубовске, жители Шпаковского района радуются новой дороге. Ну а теперь давайте подробнее. На Ставрополье отметили День флага. Самые яркие торжества прошли в краевом центре на площади князя Владимира. Флаг в этот день был повсюду. В небе стяг пронес самолет. И, конечно, на земле. В виде массового флешмоба, во время которого вся площадь исполнила гимн России. Кроме того, детей учили рисовать наш триколор. Белые, синие и красные линии они аккуратно выводили на кепках. Помимо этого были и другие активности для Ставропольцев, много спортивных площадок. А еще можно было выковать себе монету счастья. Ближе к ночи площадь превратилась в большую танцплощадку. Сегодня государственный праздник. День российского флага. И, несмотря на будний день на площади, очень много людей. Это здорово. Это говорит о том, что праздник набирает популярность. Ну, а мы, как организаторы, постарались сделать так, чтобы сегодня на этой площади было интересно всем. И маленьким детям, и людям более старшего поколения. Поэтому сегодня и концерты, и дискотека, и шоу на фонтане. И вот такой замечательный флешмоб. Форум «Машук» продолжает принимать гостей. Накануне слет активистов посетила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она в неформальной обстановке побеседовала со студентами округа о молодости, танцевальных пае, международных отношениях. Репортаж Никиты Шишкова. На форуме энергия и национальный колорит бьют с такой силой, что в пляс пускаются и роботы, и гости форума. Мастерство Лизгинки показывает официальный представитель МИДа Мария Захарова. До этого она провела полуторачасовой брифинг для журналистов. Ситуация в Сирии, диалог США и отношения с ближайшими соседями. Даже жаль, что на КМВ приходится ехать в рабочую командировку, вздыхает дипломат. Я здесь уже не первый раз, и в этот раз я по работе, а до этого я приезжала сюда на отдых. Я рассказала всем своим друзьям. Это отдых, который дает возможность укрепить иммунитет, и он нацелен именно на оздоровление и настоящий отдых. Это тот самый отдых, после которого ты набираешься сил. Но открывается для столичных гостей Кавказ не только как курорт, но и мощный научно-креативный центр. Вот проекты, получившие поддержку в предыдущие годы. Студенческое телевидение, программирование, медицина. Программа, разработанная ставропольскими студентами-медиками, позволяет виртуально моделировать любую операцию и заранее на экране опробовать варианты хирургического вмешательства. Человек при планировании операции может составить оптимальный ход реализации операции с учетом всех данных, в том числе и воздействия лекарств, а не только возраста, пола пациента. Тем временем участники форума, уже привычные к неформальному формату общения даже с самыми высокими гостями, готовят вопросы. Одних волнует, когда ждать оттепели в международных отношениях, других – как развивать внешнюю торговлю родного региона. Вообще вопросов, посвященных национальной политике, как никогда много. Оно и понятно. Вторая смена Машука посвящена гражданскому обществу. Мы хотим, чтобы все, кто занимает активную жизненную позицию, могли и имели возможность влиять на те решения, которые принимаются государством, чиновниками, властью. Тогда эти решения будут более понятными, и они будут работать на то, чтобы улучшить качество жизни обычных граждан, всех россиян. Участники второй смены наслаждаются последним вечером на форуме. В пятницу начнется пересменка. Третий поток в этом году решили запустить впервые. Он соберет молодежных активистов со всего округа. От жары на лесной поляне сегодня прятались Никита Шишков и Антон Красов. Ставропольское телевидение. К другим темам. Дороги, что было и что стало. Жители Шпаковского района сейчас оценивают развязки, по которым они каждый день ездят на работу. Разница ощутимая. Ровно стало даже там, где было, как говорится, не пройти, не проехать. Ревизию новых трасс провел глава краевого Миндора Евгений Штепа. Жамиля Ибрагимова тоже узнала, что с дорогами в районе. Такой дороги тут давно не было. А вот старую дорогу жители Верхнедубовского, если вспоминают, то только недобрым словом. Одни от нее были убытки. Две-три поездки и прощай колеса, привет автосервис. Дорогу в Хуторе не ремонтировали 30 лет. Она была настолько плоха, что жители в один момент насчитали тут 200 ям. Вообще невозможно было ездить одни ямы. А сейчас даже некоторые приезжают, не узнают, куда мы попали. Красота. Развязку ремонтировали больше месяца. На вооружение дорожники взяли самые современные технологии. Использовали прочный материал. Трасса, обещают, будет долгожительницей. Подрядчик надежный. По итогам конкурса определился. Мы не сомневались за ту работу, которая идет, хотя ежедневно контролировали. На 8-километровом участке полностью заменили дорожное полотно. Установили то, что делает трассу безопасной. Новые барьерные ограждения, знаки, а также нанесли разметку. На совесть ли сделали ремонт, проверил главный по дорогам в крае, министр Евгений Штепа. Я могу сразу сказать, что дорожники приложили все усилия для того, чтобы привести в нормативное состояние. И сегодня все автолюбители могут не только комфортно передвигаться по данным направлениям, но и в том числе с учетом всех мер безопасности дорожного движения. Где-то по новеньким трассам уже можно проехать, а где-то все еще пылит ремонтная техника. Это Михайловска. Дороги еще не до конца изменились, но уже неузнаваемы. Об этом с удовольствием рассказывает Николай. Он целый день таксует по городу. Раньше только и делал, что считал кочки. Сейчас все ровно, особенно на магистральных дорогах. Немножечко как бы от федералки отличались. Латочками делали. А сейчас прям хорошо. Просто мы довольны, очень даже довольны. В Михайловске долгожданные дороги появятся на семи улицах. Это те магистральные важные развязки, по которым каждый день жители ездят из дома на работу, в школы и больницы. А в придачу к новому асфальту, бордюры и тротуары. Развязки и магистрали нашего края становятся ровнее и лучше благодаря программе «Безопасные качественные автомобильные дороги». Ставрополя получат в этом году больше 100 километров новых трасс. Причем дорожники к делу подходят со смыслом. Не просто латают дыры, а капитально ремонтируют покрытие. Джамиля Ибрагимова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение, Шпаковский район. А вот жители юго-западного района Краевого центра, видимо, не совсем рады большой стройке. Один из жильцов пожаловался на шум. По словам Ставропольца, рядом с новым жилым комплексом работы не прекращаются даже ночью, а громкие звуки мешают спать. Недовольный житель заснял ночные работы на видео и выложил в социальные сети. В комментариях подписчики предположили, застройщик просто не мог прервать заливку бетона. Вдобавок, днем рабочим могла помешать сильная жара. Уникальную карту Кавказского края можно увидеть в Пятигорске. Ее из папье-машеи гипса изготовил штабс-капитан Шатилов в 1882 году. Экспонаты разместили в местном краеведческом музее. Что еще интересного происходит в крае, узнаете в нашем традиционном обзоре. В Георгиевске полным ходом идет ремонт площади Победы. Строители уже выполнили основной объем работ, завершили укладку тротуарной плитки. Сейчас на площади устанавливают фонтан и бордюры. Озеленители разбивают на площади клумбы и благоустраивают газон. Все работы завершатся осенью. В Есентуках начали отделку нового физкультурного комплекса. Там уже наполовину закончили кровельные работы, залили фундамент собственной котельной. Также идет благоустройство прилегающей территории. В планах обустроить велодорожки, площадки, сквер с прогулочными зонами и клумбами. В селе Ивановском Кочубеевского района планируют построить детский сад Ясли. Под эти цели уже выделили земельный участок почти в 7 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает строительство пяти детских и одной физкультурной площадок, а также навеса для колясок и санок. Кроме того, там разобьют огород Ягодник и фруктовый сад. По Кавминводам продолжает курсировать ретро-поезд. Прокатиться приглашают всех желающих. Поездки бесплатные. Состав следует по маршруту Кисловодский, Синтуки, Пятигорск, Кисловодск. Туристы смогут увидеть основные достопримечательности курортных городов Ставрополья. А еще в пути экскурсоводы расскажут об истории местной железной дороги. Хотите больше новостей Ставрополья? Добро пожаловать в официальные группы «Своё ТВ» в социальных сетях «Инстаграм», «Одноклассники» и «Фейсбук». Читайте, смотрите и будьте в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин